Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот за все это время я неоднократно видел вопросы, а где же Познер? Куда Познер делся? Вы знаете, что вопросы эти вызваны тем, что он все-таки гражданин сразу двух недружеских стран Америки и Франции. Насколько я прочитал в СМИ, вроде он сам где-то об этом говорил. То есть он гражданин трех стран России, Франции и США. И все это время, почти год программа его не выходит, Познер авторская, вы знаете, где он брал интервью. И все, откровенно признаться, я и до этого не очень понимал, почему его так чествует, как бы какой-то он вот такой вот особенный интервьюир или что-то еще, не знаю. Эрнст с таким уважением к нему относится. Ну, может быть, действительно он там, не знаю, в мире журналистики имеет такой вес. Но дело все в том, что год программы не выходит, и о нем вообще ни слова нигде. И он вот всплыл. А где всплыл? В Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе он поет джаз, пританцовывает, все отлично, замечательно, все прекрасно. Рядом Ермольник. Вы понимаете, у человека нет проблем. А какая проблема? Что ему проблема до того, что люди, которые защищают сейчас родину, Россию, значит, находятся в таком положении, в такой сложной ситуации страна. Ну, он поет джаз, танцует под джаз в Лос-Анджелесе, в Америке, все замечательно. Но когда все устаканится, он будет снова сидеть на первом, зарабатывать деньги. Понимаете, а потом всплыл во Франции где-нибудь. Я вот все-таки удивляюсь политике Первого канала. Сколько там людей с двойным, это же с тройным даже гражданством уже. Мне кажется, на федеральном канале люди должны быть истинные патриоты с единственным российским гражданством, чтобы в сложную годину сейчас сидел Познер на Донбассе и брал там интервью у людей, которые защищают и выпускал программу с этими людьми. Вот это было бы, да, а не танцевал под джаз в Лос-Анджелесе. Вот что пишут СМИ по этому поводу. Владимир Познер всплыл в Лос-Анджелесе и спел в компании Леонида Ермольника. Значит, 88-летнего Познера засняли на видео в Лос-Анджелесе. В коротком ролике видно, как журналист исполняет джазовую композицию. Видимо, Познер чувствует себя хорошо, а что плохо ему чувствует себя, набирая сил во время перерыва в карьере. До этого он сильно, видимо, уставал. Примечательно, что Владимиру Познеру помогал или нет. Ермольник, он хлопал в ладоши, подпевал своему другу. Напомним, пишут СМИ, что последнее время журналист воздерживается от публичных высказываний и не дает интервью. Его авторская программа не уходит в эфире Первого канала почти год. Друзья, что я хочу сказать? А зачем ему высказываться? Для чего ему портить, так скажем, отношения с кем-либо и где-либо? Зачем ему высказываться? Для чего? Он не высказывается ни там, ни здесь. Зато он и там, и там. В Америке он пляшет, здесь деньги зарабатывает. Все замечательно, все прекрасно. У Эрнста Жанна Агалакова там живет, значит, здесь деньги зарабатывает. Против высказывается. Вообще там, конечно, довольно странная ситуация. Но насчет Познера я еще раз хочу сказать. Это, конечно, меня возмущает. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал, тоже он называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасный. Подпишите, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.